Объем мирового рынка кибербезопасности в этом году превысит 200 миллиардов долларов, подсчитали в Росконгрессе, и это далеко не предел. По прогнозам аналитиков платформы статистов, в течение 10 лет компании потратят более 2,5 триллионов долларов на киберрешение. Больше половины российских компаний за прошлый год увеличили такие расходы в среднем на 20%, и около четверти планируют внедрить искусственный интеллект для повышения безопасности. Но что это? Траты или инвестиции? Своё решение или принуждение? В нашей студии Роман Дремлюга, директор Дальневосточного центра искусственного интеллекта, профессор Академии цифровой трансформации ДВФУ. Роман, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот как вы оцениваете эти цифры? Такие расходы – это вынужденное решение или это инвестиция, которая окупится 100 крат? Это несомненная инвестиция, потому что актуальность кибербезопасности каждый день повышается, каждый год, каждый месяц. И те компании, которые сейчас вкладывают в будущее, по сути дела, они будут привлекать клиентов, они будут избегать рисков, которые регулярно возникают даже с крупнейшими мировыми компаниями. Поэтому, конечно, это инвестиция в будущее прежде всего. Ну вот смотрите, недавний глобальный сбой to Microsoft показал, видимо, уязвимость систем кибербезопасности. Это же сбой произошёл как раз в приложении по кибербезопасности, и всё. Ну, скажем так, абсолютно защищённых систем не бывает, и задача любого кибербезопасника – сделать злом очень дорогим для преступника, злоумышленника. Вот, именно на это направлены силы. Ну, а с Microsoft, ну, могу сказать, что большие компании часто забывают о кибербезопасности и больше заботятся о привлечении новых клиентов, о заработке денег, ну, и в итоге теряют и то, и другое. Вы серьёзно? Крупные компании забывают о кибербезопасности? Ну, мне кажется, часто бывает, недостаточно уделяют внимания. Но вот пример Microsoft, он достаточно характерен в своё время, и крупные запрещённые социальные сети зарубежные больше были обеспокоены привлечением нового миллиона пользователей, чем утечкой данных, там, либо взломом своих сетей. Множество скандалов было. Ну, вот ещё по Microsoft, мне как обывателю, можете на пальцах объяснить, почему это произошло, и можно ли было это предупредить? Ну, можно было снизить вероятность этого, насколько избежать этого совсем-то точно нельзя. То есть, достаточно сложные сейчас системы, состоящие из различных программных модулей, когда они как-то состыковываются, это всё достаточно сложная система, которую человек, просто ни один разработчик в голове удержать не может. Поэтому, конечно, возникают какие-то уязвимости, возникают какие-то проблемы. Ну, возможно, в этом случае нам может помочь искусственный интеллект. Там, где человек не может охватить что-то своим интеллектом, он подключает интеллект искусственный. Сейчас это достаточно распространённое явление, когда искусственный интеллект ищет уязвимости, аномальное поведение каких-то систем или пользователей. Ему можно доверять? Ну, тоже нет. Опять же, я уже сказал, что задача уменьшить вероятность и увеличить стоимость для злоумышленника взлома. Вот о какой стоимости идёт речь? Что значит увеличить стоимость? Ну, во-первых, сделать так, чтобы вообще, в принципе, без серьёзных инвестиций, потому что зачастую, чтобы взламывать системы, идут на элементарный подкуп людей внутри системы, шантаж. Или разрабатывают специальные средства для взлома отдельно. Это тоже достаточно дорогое удовольствие. Ну, сколько? Что значит дорогое удовольствие? Ну, мне не хочется это рекламировать. Я понимаю, вам не хочется, а мне очень хочется. Но, допустим, в теневом интернете, да, некоторые средства стоят там от миллиона долларов США. То есть и кибербездики могут, в принципе, сделать так, что цены взлетят ещё больше, и это станет невыгодно? Ну, соответственно, да. Чем дороже средства надо покупать, чтобы тебя взломать, чем больше производить манипуляции, чем больше потратить времени, вот. Всё это как бы достаточно. Ну, тогда, подождите, тогда сразу встаёт вопрос, какая же зарплата должна быть у кибербездиков? Зарплаты кибербездиков растут достаточно быстро, особенно в последнее время. Вот даже в какой-то момент было чуть ли не удвоение в год. Поэтому это достаточно сейчас высокооплачиваемые специалисты. Вот. Я считаю, что это обоснованно, конечно. Недавно в Минэкономразвитии совещание было по поводу законопроекта о штрафах за утечки персональных данных. Сейчас он составляет 100 тысяч рублей, если это более 100 тысяч человек, данные более 100 тысяч человек слили. Предлагают поднять эти штрафы до 15 миллионов. Если повторное произошло нарушение, то до 3% выручки компании должны заплатить. И российский крупный бизнес просто взорвался. Они очень сильно критикуют вот этот законопроект. Чего они боятся? Если они и так вкладывают средства, если это инвестиции, если это выгодно, почему тогда их так-то волнует? То есть они не защищены, получается, сейчас вообще? Ну, понимаете, вопрос утечки данных – это не только вопрос защищённости своих систем. Это в том числе и вопрос благонадёжности сотрудников, у которых есть, понятно, легальный доступ к персональным данным в ходе выполнения своих рабочих функций. Поэтому, ну, естественно, они обеспокоены. Возможно, надо найти какой-то компромисс, ну, то есть формулировки, которые бы действительно подразумевали, что компании, которые заботятся о безопасности, они как-то могли снизить размер штрафа и так далее. Потому что зачастую, ну, мировая практика в разных странах, что мы просто вводим стандарты, и если ты следуешь этим стандартам, то ты максимально там избегаешь ответственности, то есть тебя не могут привлечь. Вот, это во многих сферах, связанных с безопасностью, ну, и в кибербезопасности в том числе. Тут надо вводить эту всю историю в зависимости от объёма данных, с которыми ты работаешь, потому что действительно, там, любая компания, у неё есть какая-то база в 1С, или там, не знаю, где ещё, не хотелось никого рекламировать. Вот, ну, соответственно, все сейчас работают с цифрой. Есть цитата тоже главы одного из IT-лидеров российских, что сейчас любая компания, это IT-компания с лицензией на ещё что-то. Вот, ну и, соответственно, это ударит вообще по всему бизнесу, не то, что по, там, IT или компаниям, связанным с кибербезопасностью, или с искусственным интеллектом, это ударит вообще по любой компании. Потому что все сейчас хотят, там, программы лояльности есть в любом сетевом магазине, там тоже хранятся данные, там, телефоны, фамилия, имя, их тоже можно считать, тоже не можно, а это считается персональными данными. Вот, поэтому тут, как бы, большой вопрос. Кажется, надо его обсуждать. Да, ещё и на потребителях может отразиться, да, то есть цены могут компании за счёт, ну, то есть они закладывают сразу в стоимость, например, своих услуг и товаров, да, вот эту условную цену стоимости штрафов, возможно. Ну, да, вообще это очень интересно, что, с одной стороны, обсуждаются инициативы, что сделать какие-то национальные базы данных, чтобы компании могли обучать искусственный интеллект, ну, обезличенные, а с другой стороны, мы вводим огромные штрафы за утечки данных. Ну, это, ну, как бы, достаточно странно. Чувствуется некая несогласованность, ну, то есть... Ну, а какие варианты, какой компромисс может быть, ну... Ну, действительно, ну, то есть, во-первых, подумать, стоит ли включать туда малый и средний бизнес, сделать какую-то отсечку по количеству, там, записей, объёму данных, вот. Во-вторых, действительно, компании, которые следуют стандартам, тоже снижать их ответственность до минимума, потому что они добросовестно выполняют, ну, то есть, вменённые им государством обязательства. Поэтому, мне кажется, так. Ну, и развивать какие-то системы, то есть, рынок персональных данных существует до тех пор, пока их там покупают активно. Может быть, действительно, если бы были какие-то обезличенные базы данных, там, для обучения искусственного интеллекта, для аналитики данных, то потребность в краже данных, она бы снизилась. Вот тоже один из вариантов. Про импортозамещение ещё хотела у вас спросить в сфере кибербезопасности. Как у нас с ним дела обстоят сейчас? Ну, у нас есть много компаний-лидеров, даже на мировой арене. Не буду их перечислять. Можно легко в поисковике найти рекламу наших компаний на китайский рынок, на какие-то ещё. Но в целом проблема импортозамещения в том, что это не сделаешь по щелчку пальцев. Во-первых, действительно, весь этот, скажем, стэк программного обеспечения, он там разрабатывается годами. А ещё дольше переходить с западных систем на новые, потому что люди привыкли. Ладно, люди, системы там завязаны, всё, и разберись, что ты заменил одну, другое, что у тебя там все процессы не рухнут в всевозможных финансовых компаниях, в производственных. Поэтому импортозамещение идёт, это очевидно. То есть мы на IT-факультете это видим, есть запрос на обучение, на какие-то программы повышения квалификации. Но не думайте, что это вот прям всё, всё, все завтра импортозаместились. Это достаточно сложный процесс. Но может быть нам не заниматься импортозамещением, ничего не запрещать, а просто забрать? Как вы относитесь к пиратству? Ну сейчас это необходимость. То есть если, конечно, выбирать, не знаю, между тем, что у тебя будет работать, например, молокозавод, или ты будешь всё соблюдать, и он закроется, ну конечно лучше, чтобы он работал. Но так или иначе, нам нужно переходить на отечественное программное обеспечение, потому что вы, может, слышали историю с Тайванем и с чипами, и с оборудованием для производства чипов, что не раз заявлялось, что если оно будет куда-то вывезено, его можно будет удалённо отключить. Вот чтобы нельзя было отключить там все наши телекоммуникационные сети, наши рабочие компьютеры. Поэтому, ну так или иначе, должна быть какая-то альтернатива, особенно в каких-то критических сферах, транспорт, госбезопасность, ну и так далее. Поэтому нет, надо, надо. Ну просто это такой процесс, что нет, завтра всё, там все берём счёты. Ну а что, может быть, это выход? Бумажный документооборот, счёты, ну зато никаких угроз, никаких утечек персональных данных, по крайней мере в масштабах, таких крупных, как это сейчас происходит. Ну это просто неэффективно, дорого. Это ж всё потом за счёт, за счёт тех же потребителей. Слушайте, ну дорого, вот сбои Microsoft, какие убытки? Ну что дорого? На бумаге, мне кажется, это всё было бы дешевле, нет? Ну поэтому да, поэтому надо постепенно переходить на всевозможные российские системы, Linux подобные. Ну то есть процесс идёт, процесс идёт, просто это всё очень-очень сложно. Даже перейти с одной почты на другую, вот я просто видел на примере своего университета, ну это достаточно сложный процесс. И прошёл уже почти год, а люди всё не очень довольны, что у них там какое-то письмо очень важное, старая почта была, они его сами не перенесли. Люди далёкие от IT не совсем понимают, насколько велика угроза для них самих. Ну вот, например, какие-то новые киберугрозы сейчас возникают, сейчас все тапают хомяка. Он хомяк угрожает нам? Нет, это просто трата времени. Ну а что? Ну не знаю, это же там всё обещанные деньги, хотите получить деньги, и вот пошла схема мошенническая дальше, нет? Об этом сейчас очень много говорят. Ну вот сейчас очень много схем мошенничества, связанных с искусственным интеллектом, да, вы знаете, создают искусственные личности, там, например, симпатичных девушек, регистрируют профиль, и доверчивые мужчины отдают потом свои деньги. Сейчас появилась опасность, что очень много злоумышленники могут собрать об одном человеке, то есть узнать буквально о нём всё, ну и, соответственно, понятно, если мошенник знает о человеке и всё, ему легче добраться до его денег, принудить что-то сделать. Часто, допустим, из-за рубежа какими-то злоумышленниками заставляют совершать какие-то противоправные действия, поджоги и так далее. Просто вот зная о человеке и всё, иногда даже из открытых источников, вот открытые источники, плюс из Даркнета, и всё у нас, мы там знаем, что он ест на завтрак, что, не знаю, любит собак там и так далее. Ему скидываем почту, вот поддержи собачку, переведи там 100 долларов на её содержание в приюте. Ну и человек, конечно, переводит. Ну, то есть ищут какие-то слабости. Раньше это всё было, мы же слышали нигерийские письма, просто рассылали на миллион человек, один из миллиона на это реагировал, и ещё из этого, из десяти таких, кто среагировал, один только отдавал деньги. Слушайте, а кнопочные телефоны нас спасут? Я просто знаю, да, вот это же очень популярная тоже тема, что миллиардеры, они пользуются вот этими навороченными смартфонами, у них у всех кнопочные телефоны, у айтишников у всех кнопочные телефоны. Ну, правда. Ну, не знаю, у нас на IT-факультете все пользуются обычными телефонами, ну, просто задумываются о кибербезе. Мне регулярно приходят всякие сообщения, там, вот, там, о каких-то там переведите денег, звонки, вот. Ну, действительно уже к этому, то есть, так как мой телефон часто там размещали в сети, там, во время было как-то и приёмная кампания, он во всех базах, и, не знаю, у меня, вот мы с вами закончим интервью, у меня наверняка несколько пропущенных и незнакомых вызовов, некоторые, возможно, из стран ближнего зарубежья, поэтому, ну... Кнопки не спасают. Ну, не то, что, ну, как, если шелленджерская жизнь для вас, если вы хотите жить в современном обществе, современное общество, оно информационное, оно, как бы, цифровое, связанное, если, там, хотите зарабатывать деньги, хотите вести интересную жизнь, хотите поддерживать, ну, как вы будете с кнопочным телефоном. Спасибо вам большое за интервью. О кибербезопасности говорили сегодня в студии РБК «Восток». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова